В эфире Beauty Time. Всем здравствуйте. В ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. Скетч или быстрый набросок в академической живописи использовался как эскиз будущей работы. В настоящее время скетчинг вырос в самостоятельное художественное направление. Среди самых распространенных видов выделяют фуд-иллюстрацию, флористический, архитектурный, интерьерный, тревел или фэшн скетчинг. Узнать больше о скетчинге с приставкой модной мы отправились на одноименный курс Аллы Черепановой. Дизайнер одежды по образованию, вот уже год она дает уроки по фэшн-иллюстрации в Челябинске. Фэшн-иллюстрация изначально была изобретена, чтобы иллюстрировать обложки, обложки модных журналов. Все-таки мы показываем красивую сторону, больше не столько реальную, как, допустим, заточена на академическом рисунке, сколько более выразительную какую-то сторону, эстетически привлекательную. То есть мы делаем немного идеализированное изображение. Бумага, маркеры, акварель и фломастеры. Вот весь арсенал для скетчинга. Все остальное фантазия автора. Так как у нас творческая мастерская, здесь представлено множество дизайнеров, мы подумали, что будет также очень интересно научить девушек, дизайнеров, стилистов, начинающих, ну просто даже творческих личностей, именно рисунку, именно изображать свои модели, то, что они хотят, то, что они придумали на бумаге. Это можно применить как в дизайне одежды, так и в более коммерческих направлениях. Допустим, это полиграфия, упаковка, печать на чехлах. То есть эти изображения можно использовать, в принципе, повсюду. После того, как мы научились делать построение фигуры уверенно, потом мы можем переходить уже к легкому и быстрому наброску без построения. Рисунок можно выполнять как с натуры, так и с фотореференсу. Но самое очень нужное, наверное, то, что потом возьмут с собой ученицы, это умение передавать различные фактуры в рисунке, такие как мех, кожа, кружево. То есть уже создавая эскиз для клиента, можно будет вполне себе реалистично изобразить готовое изделие. Давайте я покажу, как изобразить меховую накидку. Несмотря на то, что мы учимся рисовать по одной схеме, рисунки у нас могут получаться достаточно разными, потому что у каждой из девушек есть свое предпочтение и свое видение красоты и того, как нужно изобразить ту или иную черту модели. Учитывая, что изображения форум, фигур в скетчинге условные и схематичные, в создании скетчей могут себя попробовать и новички. Но все же для достойного уровня придется посвятить этому занятию немало времени и сил. Один из трендов весны, пришедший к нам из осенне-зимних коллекций, связан с использованием дизайнерами блеска. Как представлены эти фактуры в новых легких образах, смотрите прямо сейчас. Актуализировавшийся стиль 80-х заставил эту весной блестеть весь мир. Оттенки металлик, голографические полотна, металлизированные нити, крупные блестящие украшения. Неполный список того, как воплотился тренд. Что же касается коллекций совсем летнего толка, появляется больше деликатности и сдержанности. Люрексовая нитка в полотнах природных оттенков. Сочетание блеска с более грубыми или плотными фактурами. К примеру, кардиганы или пулловеры из хлопкового трикотажа, комфортного и в прохладную и знойную погоду. Платья и деловые костюмы с блеском – универсальные варианты для вечернего выхода и стильного кэжуал. Отталкиваясь от того, что блестеть металл излишне не может, мерцание на полотнах дублируется блестящими декорами. Жемчуг, бисер, атласные ленты, металлическая фурнитура. Каждый летний день для нашей широты большой праздник, а потому проводить их с блеском – отличная идея. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. На Пушкина 65 и Сони Кривой 30. Студия маникюра и педикюра «Лаки» в самом центре города на Алом Поле. Профессиональная обработка и стильное покрытие. Мы работаем одноразовыми инструментами. Студия «Лаки», проспект Ленина, 65. Если нужно, поможем с парковкой. Вы смотрите «Бьюти Тайм», далее в выпуске проект о красивых людях «Портреты». Сегодня в нем принимает участие звездный стилист, технолог и колорист Павел Шеф. В парикмахерский мир он пришел вместе с современной концепцией окрашивания, где важен не цвет, а плавные переходы. В свои неполные 30 Павел Шеф достиг больших высот. В кругах селебрити его знают как талантливого стилиста, а в кругах коллег-парикмахеров как внимательного к деталям, скрупулезного и последовательного преподавателя. Его мастер-классы расписаны на месяцы вперед и собирают полные залы профессиональной аудитории. Началось все это вообще с детства, в принципе с 9 класса я уже понимал, что мне это все интересно. У меня мама художник-модельер по одежде, сестра рисовала картины, бабуля певица-танцовщица, поэтому никак я в таком окружении такой семьи не мог быть физиком. Поэтому явно тоже творческая профессия, мне это все нравилось, видел красоту в женщинах как-то, и мне хотелось тоже помогать, дополнять образы, и как-то все так развивалось и шло к этому, начал пробовать, и стало получаться, и пошел уже после 11 класса профессионально обучаться этому. И вот так все пошло-пошло дальше. Это должно быть изнутри. Я не могу сказать для тех, кто, знаете, там родители некоторых заставляют и говорят, типа, ну, пойди в прихмахеры. То есть как просто, типа, не получится, пойдешь в сантехнике. Ну, то есть что-то... Это все-таки у людей должна быть творческая жилка. Вот если она у человека есть, если он хотя бы умеет рисовать, если он, может быть, пробовал макияж делать, да, девушка или парень. То есть творческая жилка, она должна быть, чтобы вы понимали, что это вообще у вас руки как-то и восприятие работают в правильном направлении, вы видите, что человеку будет лучше. Оно, конечно, с каждым годом развивается, если вы стараетесь для этого, да, но если у вас совершенно нет никаких навыков и творческого такого начала, то, наверное, будет сложнее. Однозначно позитив, чувство юмотра, да, добро, любовь к людям, в первую очередь. Чтобы делать красиво, нужно любить людей и с уважением относиться к каждому клиенту как к последнему и создавать именно красоту для него. Я думаю, это основное. И трудолюбие, естественно, работать, работать и работать, потому что успех, он... его сложно очень получить, поэтому только старания могут привести тебя к какому-то успеху и популярности. Честно говоря, я уже скучаю по такой прям салонной работе, поскольку сейчас много очень стало мастер-классов. Это примерно два раза в месяц. И, конечно же, я люблю и клиентскую работу, и работу с коллегами, с мастерами. По всем городам мы ездим вообще во все города. И это тоже полезный труд – делиться своим опытом, своими знаниями среди коллег, поскольку мне все равно все благодарны. И мне приятно, что я кому-то сделал хорошее. Но я однозначно люблю клиентскую работу, тоже скучаю, поскольку ее стало сейчас меньше. То есть у меня определенный круг клиентов. Мы новых клиентов уже новых не берем год. Ну, для меня это самое интересное. Создавать образ именно по цвету – это сложнее для меня, чем стрижка. И всегда было интересно создать цвет, который подчеркнет красоту и глаз, и оттенок кожи. То есть все это гармонично. Но, во-первых, это сложно, а мне всегда интересно, что сложно. Потому что не каждый решится заниматься цветом. А мне это очень нравится, и это интересно, красиво. Я мечтаю все-таки побольше тоже раздать знаний, собрать какую-то команду в дальнейшем, чтобы освободить себе больше времени, чтобы все-таки мы с моим директором Станиславом Давыдовым сделали общее дело. И это был салон красоты, куда мы бы приходили, вдохновляли людей, и за нас бы кто-то бы работал. Конечно, я бы в дальнейшем хотел отдыхать и не работать, просто направлять людей, чтобы была какая-то возможность сеть салонов красоты. И не работать. Ну и путешествовать по миру, ездить, отдыхать и создавать какую-то сеть такую, чтобы люди работали под нашим брендом и помогали другим стать лучше, прекраснее, красивее. Несмотря на то, что гастрольная афиша города всегда полна выступлений звезд со всего света, челябинцы питают интерес к нашим местным талантам. Ежегодный сольный концерт Ульяны Пережогиной прошел при полном аншлаге. В числе зрителей была и съемочная группа Beauty Time. Долгое время ее имя ассоциировалось с джазовой музыкой, но в какой-то момент певица Ульяна Пережогина вышла за рамки и без того свободного жанра. Так на свет стали появляться проекты, которые собирают полные залы зрителей. В коллаборации с музыкантами Fading Project получился экспериментальный концерт, основанный на джазовой музыке с электрическими сэмплами и звуками. Люди в нашей жизни встречаются не просто так. И тот импульс, который был у меня, он был отражен среди музыкантов. То есть я считаю, это наше общее вдохновение, наша общая идея. Но есть мечта, и я следую, иду за ней, и она стала возможной целью уже. Я расту, как и любые исполнители, артисты, музыканты. Я расту, и, соответственно, растет аккомпанирующий состав. Это правильно, это здорово. Я очень рада, что в Челябинске есть такая возможность сделать качественный продукт. Ульяна не раз оказывалась героиней светской хроники, еще и как обладательница индивидуального стиля. А значит, лишним не будет сказать, что сценический образ этого концерта тоже не случайен. Образ очень долго искала, что. Мне хотелось изначально, чтобы это точно была какая-то шкура с глазами. Вот я прям видела это. Ну и сначала к одной девушке обратилась, потом к другой. В итоге с Ксенией Герц мы сработались хорошо, и она... Какие глаза мне сделала на спине? Очень сильно напугалась песня. Напугалась? Я хотела это. Я, значит, добилась этого. Электрические сны стали музыкальным пространством между сном и реальностью. Зрители полностью погрузились в атмосферу этого шоу. Очень долгожданный концерт. Ульяна – это одно из ярких, мега крутейших проектов нашего Челябинска. Ульяна – это бренд. Бренд высококачественной музыки. Это бренд вкуса, роскоши. Ну, впечатление просто грандиозного проекта. Это супер. Вы знаете, это просто какое-то волшебство. Концерт просто удивительный. Я настолько под впечатлением нахожусь. Все здорово. Я в восторге, честное слово. Просто сидела, каждый номер. Но это что-то просто волшебное, так сказать, не из мира сего. Электрические сны в интерпретации Ульяны показали, насколько разнообразным может быть музыкальное творчество. Ты. Ты словно скала, на вершине которой растаяла луна и разлилась бесконечным светом. Это «Бьюти Тайм» – программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Ни для кого не секрет, что привести себя в хорошую физическую форму можно с помощью двух составляющих – правильного питания и спорта. Тем более, что в современном мире для многих тренажерные залы стали нормой жизни. Это тенденция – примета нашего десятилетия. А, к примеру, лет 20-30 назад залы хоть и были популярны, но занимались в них единицей. 1987-1988 год. То есть тогда знаний о бодибилдинге вообще не было. И это называлось атлетическая гимнастика. В библиотеке собирал эту информацию, то есть из журнала «Спортивная жизнь России». И только с помощью вот таких небольших знаний, что-то, имея какие-то вот эти вот крупицы знания, я их применял, то есть в практике. Ну и, соответственно, это было общение с другими ребятами. Кто как мог, тот так и тренировался. Фитнесом сегодня занимаются, чтобы похудеть и привести мышцы в тонус. А некоторые, увлекшись, выступают на соревнованиях по фитнес-бикини и пляжному бодибилдингу. И это явление не знает возрастных ограничений. Желания возникают также и у женщин, некоторых взрослых выступать в бикини, и также у молодых девушек. Но в первую очередь, наверное, это самоотверждение, чтобы доказать себе, чего я могу, да, что я могу сделать с собой. Сегодня найти информацию о тренажерах и фитнесе не составляет труда. А потому клиенты клубов знают об этом очень много. Не отстают и инструкторы, которые тоже повышают уровень своего мастерства, изучают диетологию, реабилитологию и другие смежные специальности. Дополнительные знания о том, как работать с детьми, о том, как работать, допустим, с инвалидами, о том, как работать с проблемными людьми по заболеваниям определенным. Да, поэтому, когда человек приходит, тренер в первую очередь интересуется его здоровьем. Мы даем очень щадящую нагрузку в первую очередь и рассказываем о мифах и об ошибках. Программы тренировок сегодня разработаны и для подготовки к соревнованиям, и для того, чтобы сбросить лишние килограммы, для маленьких детей и пожилых людей, а также для тех, кто после травмы нуждается в реабилитации. Другими словами, за последние десятилетия фитнес стал по-настоящему массовым, и тенденция эта сохраняется. Сеть фитнес-клубов «Космос» Чайковского, 58, Каслинская, 23. Дом эстетики и медицины «Формула». Все, что нужно для красоты, легкости и хорошего самочувствия. Мы работаем, чтобы вы были стройнее, моложе и счастливее. Студия красоты «Гуфа». Подготовим к работе и празднику за один час. «Гуфа». Работаем для вас достойно и доступно. Телефон 266-400. Дизайнерские решения на каждый день и для особых случаев в салоне одежды «Максимода». Стильные идеи для ценителей красоты и индивидуальности на «Фушкина 60». «Максимода». Вы смотрите программу «Бьюти Тайм». Продолжаем выпуск. Метод деконструкции, широко применяемый в дизайне и архитектуре, это переосмысление структуры, формы, назначения и материалов. Дизайн одежды как область применения этого метода не стал исключением. Деконструктивизм пришел в моду в начале 80-х годов, как авангардное направление. Сегодня ломанные линии, асимметрии и странные фактуры живут не только на подиуме. Одной из ярких представительниц деконструктивного стиля в наши дни является Ксения Вербаник, дизайнер из Хорватии, получившая мировую известность благодаря своим коллекциям с расширенным размерным рядом. Броские аксессуары, драматичные краски и контрасты фактур – это одежда для смелых и ярких личностей. Привычные консервативные предметы одежды у настоящих модников не вызывают сильных эмоций. Обычно они выбирают заметные, провокационные, бросающие вызов решения. Еще больше сюжета «Бьюти Тайм», новости и анонсы событий на сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. Ищите по хэштегу «Бьюти Тайм» нижнее подчеркивание «ТВ». А на этом выпуск завершен. До встречи. Стилисты проекта. Модный дом «Я». Имидж-студия Елены Ивановой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова